Последствия военного вторжения соседней республики особенно видны по состоянию приграничных сел Копчегай и Аксай. Первый населенный пункт и вовсе был превращен в руины. С ходом восстановительных работ лично познакомился председатель Кабмина. Во время встречи с жителями сел Копчегай, Аксай, Минорук и Достук Баткенского района Баткенской области, Аклбек Джапаров сообщил, что все дома, социальные и инфраструктурные объекты будут полностью восстановлены. Мы построим новые, которые будут обеспечены соответствующей инфраструктурой, включая чистую воду, уличное освещение, асфальтирование дорог. Это будет новое село. Нынешняя ситуация в Баткенской области обсуждается и в Джурку-Кинеша. Депутат Азабек Икрамов накануне предложил переименовать город Баткен в Манас. В свою очередь жители региона эту инициативу назвали популистской. Нас крайне возмущают выступления отдельных депутатов касательно переименования нашего города. Странно, что в столь сложное для страны время, вместо того, чтобы заниматься делом, они предлагают бессмысленные инициативы. Жители города Баткен против этой идеи. Сейчас на местах проводят работу по оценке и восстановлению объектов. К восстановительным работам привлечены спасатели, волонтёры, специальная техника. Глава Кабмина дал поручение по проработке вопроса строительства новой школы с учётом обеспечения безопасности детей. Кроме того, Колбек Джапаров, осмотрев разрушенную птицефабрику, отметил, что государственные финансовые институты выделят льготные кредитные средства на восстановление и развитие производства. «Сегодня главная задача – в кратчайшие сроки восстановить дома и социальные объекты. Всего по нашему району пострадало около 400 домов, 320 из которых и вовсе пришли в негодность». Отметим, что завтра, 1 октября, состоится первое заседание Государственной комиссии по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц в Баткенской и Ожской областях, пострадавших и разрушенных в результате вооружённой агрессии.